Итак, по просьбам трудящихся мы начинаем обзор купленной нами яхты Альбин Вега 1977 года выпуска, номер 3198 Начнем с носа Итак, это носовая каюта Этот мужчина в комплектацию не входил Кто сказал? Да, его я привезла с собой Как вы видите, он здесь лежит и показывает размеры кровати Витя, что скажешь? Я скажу, что здесь отлично стоит столик, который ставится либо в центральную каюту Либо в кокпит За столиком тесненько, но умещаются в принципе 6 человек 4 человека умещаются с комфортом Вот Здесь он хранится в походном режиме, не мешает Да, столик вообще не мешает Мешает вот эта вот дырка Витя, хочешь сказать, что здесь нужна полка, которая будет класться Да, полка, которая положится и здесь будет сверху лежать подушка Потому что сейчас, когда мы спим здесь с детьми Ну, мелкий сюда еще вот досюда умещается И в принципе вот так вот лежит Но если спать Таим шослов То очень сильно не хватает вот здесь вот какой-нибудь полочки Тогда в принципе можно даже втроем здесь разместиться Рундуки по бокам Очень просторные Да, они без крышек Да, без крышек И вот здесь инструмент Здесь инструмент Половину нужно выбросить, но нужно провести ревизию, чему выбрасывать Также рундук Вот он Под этой крышкой Здесь тоже куча Это запасной утеплитель А это... Мультиварка Да, какая-то мультиварка От прошлых хозяев Вот Ну, утеплитель не запасной, на самом деле Доктор остался с процессом утепления Вот, рундук на самом деле этим не ограничивается Он идет до стен Вот Теперь что касается остального места Витя, что-то нашел, но мы не знаем, куда это деть Да, мы еще полностью не провели ревизию всей водки Будем, я думаю, делать это долго Ну, потому что место, казалось бы, ограничено Но его достаточно много То есть мы еще не разобрали весь хлам, который у нас... Кто знает, что это? Может, кто знает, что это? Нет, какая-то крышка явно Только выяснить, откуда она Да, вот похоже на крышку, но... Мы не знаем, что это за крышка И нужно во многом разбираться, что и как здесь задумано и устроено Канистра для питьевой воды Она вот здесь вот так открывается Воды там чуть-чуть есть И об этом нужно не забывать, потому что мы сейчас будем готовить консервация Надо его помыть бы Соответственно, нам потребуется подготовиться к тому, что это превратится в лед Оставшаяся вода Либо ее оттуда откачивать Потому что больше она оттуда не уйдет Я так смотрю Вот, и добавить туда какой-нибудь жидкости для врачейских водяных танков Вот, он уходит под самый нос Под самый нос Соответственно, это все место под водяной танк Здесь у нас находится еще вот такой вот шкафчик В котором проходит труба для набора воды Да, только с этим шкафчиком нужно быть осторожнее Потому что там образуется конденсат То есть вещи, которые подвержены намоканию гниению Туда лучше не класть Мы пока его не использовали Так, если брать общий вид То здесь окошки И люк К сожалению, люк Не является окошком Непрозрачный Возможно, было бы больше света Так, с этой стороны На выходе из носовой каюты Шкафчик Вот сверху шкафчика полочка Здесь вешалки Ну, а снизу здесь просто накладываются вещи Здесь уже, как вы видите, у нас Много вещей наложено До самого дна Ну, в принципе, шкаф достаточно вместительный А с этой стороны Находится Туалет, а не можешь Давай, показывай Туалет Так, он вот так вот открывается и закрывается Туалет Да Туалет, на самом деле, тесный Ну, морские гальюны писают сидя Так что сидя, в принципе, вот так вот можно уместиться Сейчас Витя продемонстрирует вам, как пользуется гальюром Вот, приходит все равно пригибаться То есть не выпрямиться Годитку не почитать Глаза-то у тебя открыты Читай, нагнувшись Ну, здесь вот находятся крючочки То есть можно повесить шторку Ну, видимо, здесь когда-то висела шторка Но нам она уже досталась без шторки Да, чтобы здесь, в принципе, можно людей Огородить от своего Давай туалет показывать, как им пользоваться Я думаю, люди и так догадаются Вот Как пользоваться Ну, это типичный прокачной гальюн, который есть во всех Ну, во многих яхтах Либо прокачной, либо с электрической помпой Ну, здесь обычная помпа Да, здесь электрическая, обычная ручная помпа Танка здесь нет Ну, в принципе, места хватает, чтобы поставить его при желании Пользуем следующим образом Снимаем ручку со стопора Качаем Работает Работает Помпа Поручная В этих туалетах есть еще раковина Ну, только мы и не пользуемся Да, мы и не пользуемся И пользоваться не будем И пользоваться, скорее всего, не будем Вот такая вот раковина Ну, да, ребят, мы ее не мыли еще Потому что Не успели, просто не успели Раковина отключена от подачи воды и от слива Она была отключена еще до нас Вот Там вот внизу есть вот ступенька Вот она То есть сейчас она заблокирована А вообще, когда раковина пользуется Я так понимаю, через эту ступеньку накачивают воду В принципе, пока что особой необходимости Вот именно здесь раковину иметь не видим Не так далеко идти до раковины на кухне Чтобы помыть руки Мы ее задвигаем Там вот есть еще полочки Окошко и вытяжка Короче, здесь можно демонтировать эту раковину полностью И туда поставить танк для черных вод Ну да, если путешествовать, допустим, по Европе Заходить в приличные марины В Альбин Баллад мы заходили Там гальюн устроен точно так же Но, так как Альбин Баллада побольше Там все-таки места чуть побольше Чтобы пользоваться им Я здесь прочувствую очень себя тесно Так, ну а здесь зеркало Идем дальше Это общий вид яхты Мы, конечно, приносим большие извинения За то, что здесь куча вещей Но освободить яхту от вещей полностью Мы не можем Освободить яхту от вещей полностью Мы не можем Потому что мы здесь живем на выходных Вот так вот Для того, чтобы вы оценили высоту потолков Витя выходит из передней части А вот так стоит Мой рост метр семьдесят шесть Да Я здесь помещаюсь нормально То есть я стою в полный рост У меня там еще Ну вот если я выкинусь Я упираюсь в потолок Но обычно я не вытягиваюсь Да, там где потолок чуть выше Из-за люка кокпита Да, люка кокпита Видите, помещается Ну, мне комфортно вполне по высоте Короче, нам достался еще парус Это гена, судя по всему Она не очень Но она в общем выглядит хорошо Но судя по всему Хранилась в сыром помещении И начинает покрываться плесенью Вот Сам парус выглядит хорошо Даже смотрю с этим самым С защитой от ультрафиолета Да, с электросом для штага Мы его еще не разворачиваем Да, его нужно будет постирать Развернуть, просушить Итак Видите, ты не кухня Ты рундуки показываешь Ты что, забыл? Я взял в рундуке Рундука Вот кроватью небольшой рундук Доступ также сбоку Сейчас у нас там электричество Банальная удлинитель с розетками Это зарядник для аккумуляторов И обогреватель У нас есть вебаста Но она не работает Поэтому пока что Отходимся Обычным тепловентилятором Ну и зачем пользуется вебаста на стоянке? Это же дизель Потребление постоянное Вот Просторный рундук То есть На всю кровать получается Посветишь Посветишь Вот он, такой рундук На всю кровать Ну, можно запихивать То, что посчитать нужно А сверху доступа нет в этот рундук Хотя по мне было бы удобнее Если бы сверху еще был Ну, я не соглашусь Потому что это нужно постоянно поднимать Подушки Потом поднимать А подушки нужно куда-то откладывать Нет, лучше бы был и сверху, и сбоку И так, и так И здесь еще один рундук Здесь у нас Он тоже единое пространство Открылся у утеплителя Точнее, не утеплитель, а У утеплителя С поверхностью Вот Здесь у нас живет автопилот Вот он, кстати, наш красавчик Такой вот Вот Внутри что-то Он у нас работал Вот я помню Да, мы его уже попробовали Как я уже говорила Мы до конца еще все не изучили Что здесь лежит Вот такой вот рундук Ну, не скажу, что он огромный Ну, да достаточно Вполне можно Записнуть в этот портфель Что он там лежал Скрывается на что-то типа Липучки Пластиковые Такая интересная здесь Вообще-то много интересных решений И все Держится достаточно кривко Да, держится кривко Ну, а здесь, соответственно, Такой карман В котором Ну, вот Вот высота Сложно Как определить Вот такая высота Вот Я ногтями упираюсь Вот Ну, вот такая вот Вот здесь много Всяких Всяких Валяется Фонарики стоят Есть такие Лежанки То есть, я умещаюсь Полный рост Ну, я тоже Правда, ноги упираются Ну, можно еще повыше Подняться То есть, голову Я еще не упираюсь Кроме того, там длиннее Там можно посетить Побольше свечи Да, потому что Здесь есть Пространство А здесь Еще и съедает Вот такой вот Карман Здесь не упираюсь Там вот Лампочка Для чтения С другой стороны То же самое Здесь у нас Рундук с аккумуляторами Здесь лежит Два сервисных Аккумулятора Один с 75 Второй сервис Семь апер часов Вот Но обычно Автомобильные Как я вижу Остались еще От прошлых хозяев И в Рундуке На улице Лежит Резервный аккумулятор Есть вдруг Один из них Аккумулятор Аккумулятор я так Потестил Зарядкой Требует Внимание Возможно Будем менять Возможно Этот Пучок проводов Судя по всему От датчика скорости От Лага Нужно куда-то Выводить Куда-то Включать А лак У нас тоже есть Датчик есть Экранчик Показывает По электрике Нужно Много Много Работы Провести То есть Инвертор Конвертор Сюда поставить Вывести Панели С кнопочками Короче Сделать так Чтобы это Выглядеть Как на Взрослых Современных Лодках Шведы Они Вообще Не задумывались В 76 Году О том Что Электричество Изобрели Надо бы Его поставить На лодке Тоже Большинство Лодок У них Оснащено Вот такими Лампами Наша Тоже Не исключение Вот такими Вот лампами Это как раз Таким На тот Случай Если у вас Электричество Еще не Изобретено Да Кстати Даже На Их Шведских Сайтах Ну Наверное Каждая Вторая Лодка Шведская Продается Оснащенная Вот этими Лампами И они Не в таком Как вы видите Не используемом Состоянии Такие Новенькие Красивые Готовы В любой момент Заработать Мы пока Заменили Ну у нас Есть запас Вот такой Вот в таком Вот формате Вот он Второй Кормовой Рундук Колодец Я бы даже Сказал У нас Здесь тоже Грязь Да У нас Тут тоже Грязь Это не царапин Это просто Собравшаяся Грязь Потому что Мы еще Лодку Толком Не мыли Вот на дне Там вода Вон вода Здесь всегда Есть Какая-то Есть Воды Кухня На кухню У нас Раковина С подачей Горячей Холодной Воды Шучу Конечно Забортной И пресной Воды Да Это Пресная Вода Выкачивать Остат Слив Носоволь Да Механическая Называется Ну Нажна Помпа И вторая Это Забортная Вода Педаль Тут не очень Удобно Расположена Убери-ка Ненормально А вот Мешает Вот эта Ступенька Поэтому Как-то Приходится Вот так Вот так Бачком Вот так Вот целиком Ногу не поставишь Еще здесь Есть шкафчик Для посуды Достаточно Местительный Он открывается Вот так Вот А в друту Чуть Можно Да Вот так Вот Если Вас закрыли В лодке Вы можете Вылезти Через Кормовой Внук Вот Видите Здесь Такая Вот Сетка Впереди Вот такие Белая решетка Это решетка На нее Вешается Мусорный Пакет И фактически Вы вот Через это окошко Выбрасываете туда Мусор Этот пакет Когда он наполнится То его Прямо Из кормы Поднимается Крышка Рундука И достается Все это ведро И выбрасывается Чтобы у вас Внутри яхты Ничего Не гнило Не пахло И все было Чистенько И приятненько Вот здесь Вот Ты смешаешься Там сейчас много Тут много Химии Ну в основном Да химия Там Всякая ерунда Второй вход Вот здесь Здесь дофига места Здесь По идее Место для Холодильника При желании Можно сюда Купить И мы наверное Купим холодильник Не знаю Правда Будем мы С электричеством Планирую к нему Или просто будет Место захоронения Ну будет сайт здесь Сразу вот здесь Вот находится У нас Как это назвать Ведь вентили Всякие Да Это единственное Внешнее управление Электричеством Просто включить Выключить аккумуляторы Вот два аккумулятора Которые показывали И прикуриватель Да здесь Да и прикуриватель Два аккумулятора Которые в рундуке Они включаются здесь Причем включаются Последовательно Это не один стартовый аккумулятор А один сервисный Они выполняют Обе функции И один нужно Отключить Второй включитель Наоборот Итак А здесь У нас Вот такое Пространство Стол Под которым Вторая часть кухни Крячется плита Чайчик Здесь еще один рундучок Небольшой Вот там Водажа Второй бутылок Аналогично Как на той стороне Такие же Рундучки Под посуду Или Вот у нас Вот всякие Для готовки Фигню Очень так же Открывается Там сушка есть Салфетки И сверху Здесь еще Такое небольшое Пространство С ограничителем Чтобы во время Крена не падало Здесь всякая мелочевка Лежит Термометр Оказывается 16 градусов А вот здесь Есть еще Лампа Такая Которая Вам освещает Кухонное Пространство Пока Рядом Покажи Наш чудо Прибор Здесь О нем Наверное Есть у нас Отдельное Видео Это Эхолот Вот эта Штучка Это управление От Вебасты Вот это Да Но Вебасты Как я уже Говорила Не работает Нужно Разбираться Что с ней Вон тот Рундук Покажи Еще Ну вот Здесь У нас Тоже такой Прохладный Большой Рундук Мы его Пока Используем Типа Холодильника Ну Скажем так Прохладное Место Так Самое Главное Давай Плита Плита Спиртовая Вот У нас Такая Плита Вот здесь Как мы понимаем Шкафчик Для нее Но с ним Отдельная Тема О нем Скажем Позже Да Плита Закрывается И с ней Нормально Мы эту Штучку Снимали По другой Причине В другом месте Мешат А вот Словитка Здесь Закрывается Плита Спиртовая На Подвесном Кардане Покажи Наш Супер Кардан Супер Кардан Лампочка Лампочка Дай Лампочка Дай Лампочка Поднимается Вот так она стоит на кардане Но почему-то ее перевешивают вперед Чтобы вы понимали Сейчас крена нет вообще Так Ну вот смотрите Уровень крена В воде То есть крена нет И уровень крена Наши плиты На кардане Который должен Поглощать крен Ну короче Что делать Вот с этой плитой Не знаем Надо что-то Почему она так Теперь процесс заправки Всего этого Вот так вот она На кардане висит Вот так вот она поднимается И у нас появляется доступ К таким вот Батареям Которым может залить спирт Запах не очень приятный Ну запах не очень приятный Но это еще приятнее Потому что Есть отдушки Точнее В этом Тот спирт Который мы залили Тот спирт Который мы купили Он без отдушки Еще хуже Да Без этих Баков Я их так назову Плита висит Точно так же Криво Так что Проблема не в них Если кто-то знает Может быть Так задумано Может просто Надо что-то Компенсировать Как-то этот вопрос Тому предложат Поменять просто Направление Этих Крышек Поставили На другую сторону Не сильно перевешиваю Чтобы Это ведь Показывайте варианты Которые Мы думали Что может быть Мы не так Как-то ставим Ну вот все Не управляется Короче нужно Я думаю В грузе Какой-то Чтобы ее Выправить Как-то странно Вы знаете Уже ведом Все так продумано Ну вот как-то Не в этом случае Вот Есть тоже Просторный рундук Двухэтажный Причем Ходит вон туда Вот смотрите Здесь вот Есть такой Кармашек Муж подержишь? Ну мы полагаем Что он как раз Таки вот Для вон Той панель Которую Сейчас на место Ставят И для Брандер-щита Вот эти вот Шточки Это Разобранный Наш Брандер-щит Он у нас Стоит из частей Покажи пожалуйста Все дерево Конечно Все Потерто И требует Внимания Внимания Вот так вот Мы можем Закрыться И все это Вот в таком Вот видите Красивом Кармашке Вы знаете Вот логично Что он должен Трансформироваться В столик Видите Здесь даже Какие-то есть Замочки Но мы Вот как ни пытались У нас не получилось Ни разу Трансформировать Его в столик Смотрите Как это выглядит Казалось бы Даже вот Пингалеты Которые Закрывают Эту штуку Вот Ну вот Сними Может надо Снять Это Она Не снимется А она Не вытаскивается Целиком Нет Она там Вот Как-то Она На петлях Может быть Вон Доперевешивать Короче Видите Вот на петлях И оно Поднимается И по идее Должно ложиться Но он не ложится Так как там Мешает Вот эта вот Крышка Видите Это тоже Тут на петлях Она до конца Не снимается Короче мы В недоумении Зачем Это Может быть Оно просто Висит Вверх ногами Ну не знаю Короче Если кто-то Знает Для чего Вся Вот эта Вот сложная Система Расскажите Пожалуйста Нам Очень интересно Потому что Тут явно Все Не просто Так Ну Как Нам Не понятно А там Кстати У нас Это Защита От Брызг Лежит Налиравишь Из которой Да И Деревки И где-то Еще Большая Это Накидка На Дохранение Это кстати Очень похоже На Проводку Под спиннакер Но спиннакер Она стоит Да Но Ни спиннакера Ни спиннакер Гига У нас К сожалению Нет Итак Двигатель Ребят Я напомню Что мы лодкой В общем-то Только наши Вторые выходные На этой лодке Поэтому мы Здесь еще Не во всем Хорошо Разбираемся Вот Электричество Здесь Вот Электрическая Проводка Я вообще В этом ничего Не шарю Ну это В основном Это управление Двигателем И Приборами К двигателю Также Сюда Выведено Электричество Под Лампы Ходовые Ну вот Двигатель Чуть-чуть Капает масло Нужно разбираться С этим делом И Вода Не буду Пробовать Какого цвета Какого пуст Вода Соленая Или сладкая Вот На последнем Походе У нас Образался Казус У нас были Крана Достаточно Сильные Водичка Которая Внутри Образуется Она Вытекла По этой стенке И вот здесь Нам Красоту Налива Да Ну Блин Наверное До такого возраста Вот Volvo Penta MD7A С дополнительным Контуром Пресного Охлаждения Он там Где-то Дальше Стоит Вот Как до него Добраться Так Чтобы был Доступен С Боков Я пока Не знаю Надо разбираться А вот так Производится Установка Стола Вставляются Ножки Которые Легко В нижних Лундуках Прячутся И Столешница Которая Хранится Над Кроватью Носовой Каюте Все Столик Стоит Ну Ножки Можно отвернуть В любую сторону Вот так Он складывается Не до конца Правда Но Все равно Место Получается Больше Давайте Я встану Покажу Вот так Вот Вот так Наша Яхта Выглядит Со стороны Кокпита Ну что Иди Рассказывай Что тут У тебя В кокпите Есть Так Что у нас Есть У нас Есть Яхта Так У нас Есть Рундук Кормовой Огромный Рундук То есть Его Реально Площадь Реально Пространство Которым Можно пользоваться Все Пространство Ну Это Вот Корма Вполь До Дна То есть Профранс Можно Загружать Сюда Сумки При желании Ну Здесь Сейчас Фигня Как Всяко Лежит Да Мы Еще Просто Не Повыбрасывали То Что Оставалось Да С этим Совсем Нужно Разбираться Ну И Привести В порядок Дерево Тоже Не мешало Где Где У нас Лебаста Вон Та Желкая Труба Под Верху Вот Это Вот Лебаста Которая Должна Обогревать Нас Во время Походов Меня Интересовало Небольшое Что Интересовало Душь Такое Небольшое Что Мне Эритрически Пошлось На веревках Крючок Для чего он нужен Я не знаю Так Кто знает Для чего нужен Этот крючок Веревка Наверное Вылавливается Слушай Из воды Слушай Ну Не знаю С таким крючком Да Вот Может быть Кто-то знает Вообще Чтобы точно Знать Для чего он нужен И как им пользоваться Расскажите Пожалуйста Либо Под видео Либо Может быть В инстаграме Нам Напишите Так С веревкой Вообще Последний хозяин Владел яхтой Не так долго Она у него стояла В Швеции Он только Вот Как Еще Крючок По мере возможностей Приезжал Туда Потом Перегнал Сюда И продал О Я знаю Что это за штука Полочки Тут Нет Это Держатель Для подковы А Супер То есть Его просто Не повесили Да Его просто Не повесили Крутяк У нас Да В другом В одном Из этих Рундуков Белые Подковы Здесь Сколько Икарей Расскажи Про Икарей Тузика Может Тузик У нас Пока Хранится Вон Там Вот Мы Его Уже Сдули Или Как Спустили Правильно Называется Ну Я Говорю По Простому Ребят Извините Уж Мы Его Сдули Тузик Был Вместе С яхтой Сколько Икарей Чё поедет Корян Якорь Это Якорь Который Вообще Первый раз Я вижу Такой якорь Если честно Я увидел Первый раз На этом Такой Я так думаю Это просто Утяжелитель На самом деле Для якорной веревки Но он больше На это Похоже Потому что он тяжелый Килограмм Наверное Не знаю 16 Наверное Может Больше Может Меньше Может Вообще Всего Десять Мне Это Кажется Что Он Тяжелый Не Не Десять Так С другой стороны Тоже Вундук Здесь Ребята У нас Дождь Сейчас Прошел Поэтому Все Мокрое Вундук Вон Резервный Аккумулятор Такая Вот Ручка Для Звездок Она Квадратненькая Здесь Не Звездочек Как обычно Делается Новые Ручки А Квадратик Ну и Соответственно Он Умещается Он Отлично Заходит В Звездочек Да Он Умещается Там Спокойно Стоит Крутится И Кроме Того Он Для Как Его Совет Патент Рифа Вот Эта Ручка Подходит Есть Еще Вот Такая Штука Интересная Штучка Это Носовая Лесенка Навешивается На Нос Соответственно Упирается Вот Эту Штебень Ну и Можно С носа Тоже Сходить И Купаться Но Кормовая Лесенка Вот Кормовая Лесенка Если Что Вот Она Есть Она Сейчас Поднята Привязанная Да Вот Основной Ягод Так Называем Ягод Легче Чем Тот Сколько Водим Всего 5 килограмм Это Ягод Бруса Нет Это не 5 Килограмм 5 Нифига Это не 5 Килограмм Видишь 5 Килограмм Ну По Можешь Дичка Сверх Вряд 5 Килограмм Как-то Странно Честно 5 Килограмм Мало Для ягод Скажу Так Гантель Килограмм Весит Меньше Цепь И вон Дальше Она Цепь Переходит В Канат Вон Там Дальше Да Канат Ну Якоря Мы еще Не испытывали Как они Работают Так что Пока Больше Больше Сказать Не Сможно Рундука Носового Нет Стакси На Закрутке Вон Соответственно Корловина Для заливки Пресной воды Да Вот Эта Штучечка Но Мы ее Не смогли Открутить Да Она Окисливая И Я буду По весне Разбираться Как ее Срывать Здесь у нас Все вот так Красиво Соответственно Две Фауовые Лебедки Чтобы Поднимать Баруса Ну Для Фауов Приходит Какой-то еще Проводочек Который Никуда Не запитан Подозреваю Что этот Проводочек Идет Вон То есть Стрелочки Эта Стрелочка А пока Где-то Руказатель То есть Просто Наверное Нет прибора Который Да Нет прибора Который Читывающий Какую-то Трелочку Будет читать Вот Ну и Второй Проводочек Который Уходит Из Мачты Это Освещение Топовый Свет Когда Идешь Под мотором Включать Якорного Огня Здесь нет Патент Триф Он Докручивает Только До Первой Магодовой Штучки Блин Как Забук Называется Я не знаю До Первой Причепки Грубо говоря Если бы У нас В Ликпаз Входил Парус Ликтросом Тогда Он бы На Патент Риф Навертелся А так Как Вот Эта Прищепка Она Не Выходит От Ликпаза Можно Надо Думать Ну Вот Автоматически Она Не Выходит Поэтому Патент Риф Мы Смогли Только Намотать До Первой Прищепки А Дальше Приходится Так Складывать Извини Менем Других Рифов Патент Риф Это Единственный Способ На данный момент У нас Зарифить Парус Парус Без Рифов Такого Веревочку Так что Ну Нужно Забраться Как Снимать Его С Этих Самых С Ползунков И Просто Наматывать Ну Может Крабинчики Поменять Чтобы Они Съемные Были Так Что У нас Еще Интересного То Есть Почему Интересно Есть Мы Мы Интересны Веревочку Продолжение следует...